МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Традиционно по пятницам у нас в гостях, у меня в гостях, можно сказать, заместитель одесского губернатора, губернатора Одесской области Олег Михайлович Маратов. Здравствуйте, Олег Михайлович. Витаю вас. Я не назвал облгосадминистративного губернатора Одесской области. На следующей неделе в эфире нашего канала будет Сергей Рафлыш-Ганевецкий. Я в конце передачи скажу телефон, по которому вы можете звонить в течение нескольких дней. И фиксировать, задавать вопросы, мы будем записывать их. И в этой передаче, естественно, постараемся их озвучить нашему губернатору. А сегодня на все вопросы, но не все, отвечает заместитель Олег Михайлович Муратов. Постараюсь, как всегда, быть предельно откровенным. И спасибо огромное, что это у нас уже стало доброй традицией. Олег Михайлович, вы отвечаете за великое будивництво, так я понимаю. Ну, курируйте, да, этот? Не совсем так. Сегодня этим занимается больше Сергей Григорьевич Подгайный, заместитель по строительству. Тем не менее, мы одна команда, поэтому мы иногда распределяем даже по объектно обязанности, потому что, ну, ежедневно нужно держать руку на пульсе. Понятно. Однозначно. Объясните мне тогда, пожалуйста, и нашим телевизорителям следующую ситуацию. На этой неделе проходило совещание с министром развития громад Украины и общин, там он называется, общин и территорий, так. Министерство, розыск и громад. И вот там было сказано о том, что великое будивництво, широко известное благодаря нашему президенту, готовность Одесской области, правда, это лучшая готовность по Украине, 39%. Что значит 39%? От годового показателя. От годового показателя. Смотрите, вот сегодня в великому будивництву, я розпочну трошки украинскую, а там дальше, далі буде видно, далі буде. Что значит 39%? Это значит, что практически, ну, я маю уверенность, что десь на первое 0,6%, а на первое 0,7% это уже будет больше, чем 50%. У нас на сегодняшний день без дорог, без мостов, есть 16 объектов, которые включены в великое будивництво, плюс есть еще программа по приймальным отделениям. Это значит, что у нас есть деякие объекти, которые будут сдаваться уже в наступном месяце. Например, школа в селе Ставрово, которая уже много лет будет, и на конец мы ее добудуем. Мы строили, и на конец построили, да. Кроме того, у нас в перехідных объектах з минулого року, это школа в авангарде, яка тоже досить серьезная история, потому что мы понимаем, что это прилегла до места территория, которая активно, интенсивно развивается, где будуются житловые будинки, другие объекти, но нужно отдать належное и цей громаде, потому что мы же будем вместе с ними. И они частину костей даем, и мы даем кости из областного бюджета, из государственного бюджета. В минулом году был там садок открытый, в нынешнем году будет открыта школа. Также это перехідных объектов, это школа в городе Балта, яка декілька лет назад была такая история, что от Блисковки Кульово, вона сгорела, ця школа. И она тоже активно будет, кроме школы, в нас будет активно, если сказать, сейчас уже стартует строительство дитячего садка в Таїрово, это тоже прилегла территория. В целом 5 школ, 5 дитячих садочек, украинский театр, который мы планируем сдать полностью комплексно до Дня Незалежности, и будем делать все для этого. Также несколько объектов спортивной инфраструктуры, наиболее известный из них это Олимпийцы на проспект Шевченко, это единственное место, где можно целоручно заниматься легкою атлетикой, готовить наших будущих чемпионов в мире, Европе, олимпийских чемпионов. Также впервые, за очень много лет, программа «Великое строительство» была распространена на басейне. Сегодня практически завершена проектная документация по реконструкции басейна в экипаже. Это Одесская национальная морская академия, это единственный в Одессе критый 50-метровый басейн, который соответствует всем стандартам, 8 дорожек и также есть вишки для стрибки воды. Поэтому этот вид спорта только начался у нас в Одессе после очень многих лет занепадов. Сейчас мы активно все это сделаем и дамо возможность людям заниматься и здоровьем, и спортом. Также еще несколько у нас есть майданчиков, это стадион в Белгороднистровском, спортивный комплекс в Ананеве, ну и несколько, скажем так, трошечки поменьше. И 12 приймальных отделений, из которых уже большая часть готова, а все другие приймальные отделения там будут до конца травня в эксплуатацию. Это медичные заклади. Это медичные заклади, это эти приймальные отделения, они не просто приймальные отделения, практически в каждом будет стоять компьютерный томограф или магнитно-резонансный томограф. Это даст возможность, сегодня в эпидемии ковиду это тоже очень важно. И, кроме того, мы уже начинаем работать над наступным годом. Деякие объекты, которые мы начнем в этом году, или уже начали, будут сдаваться в наступном году. И мы смотрим на это сейчас не только из объектов социальной инфраструктуры, мы ждем, что где-то в ближайшие месяц, полтора года будет завершено проектную документацию и экспертизу по аэропорту Измаил. Мы видим, что этот регион сейчас активно развивается, мы помогаем этому региону, как и всем другим регионам нашей Одессе, для того, чтобы это станет таким региональным аэропортом. Есть загальноукраинская программа отбудования аэропортов. Мы знаем, что много сделано в Одессе, как не как мы в этом году все-таки, он может уже нормально работать. И наступная ситуация – это аэропорт в городе Измаил, потому что, например, это даст возможность достаточно быстро добраться и до Киева, и до Стамбула, каким есть один из трех-пятьевых самых больших региональных хабов, где из Стамбулу наши моряки, которые сегодня работают за кордоном, часто смущены работать за кордоном, смогут быстро добраться и будет комфортно им пересутаться. Кроме того, аэропорт – это инвестиции, потому что инвестиции сейчас не на автомобилях приезжают, не потягом, а инвесторы, серьезные инвесторы сегодня прилетают літаками, вертолитами, приватными літаками. Поэтому это необхідность, супернеобхідность. Олег Михайлович, вот вы отчитались. Вот только что вы отчитались. Ну, мне не очень нравится, когда я, как вы говорите, отчитываюсь, мне больше нравится, когда я просто информуюсь. Да, но вы отчитались. Вот теперь скажите совершенно честно, уже не как зам, не как чиновник. Скажите, пожалуйста, мы вовремя затеряли это великое будильное место в тот момент, когда нужны нам больше приемные отделения, больницы, кислородные аппараты. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. В конце концов, помощь населению, которое находится все время время от времени то в карантине, то вне карантина. Ну, и тот же бизнес сегодня страдает. Я имею в виду не только большой, но и в большей степени. Я вас понимаю, и эти обмежения, которые есть по ковиду, они действительно бьют по предприемцям. Тут не может быть однозначных вещей. Я скажу, что кроме великого будильного строительства стартует великая реставрация. Мы сейчас уже замовили, разработается проектная документация, это однозначно реставрационная работа по Одесской филармонии. Это одна из перлин нашего региона. Это очень большие деньги. Это действительно серьезные деньги. Но мы идем на то, чтобы всю проектную документацию выготовить за рахунок денег областного бюджета, не дивлячись на то, что, ну, сложный бюджет. Но я хочу вам сказать, что мы видим суткие джерела наполнения бюджета. Мы про это говорили. На наступном тижне будет, коллеги, я тоже про это буду говорить. В первую очередь, в мисцевые бюджеты. Это деньги от платы за землю. Потому что, например, у нас нормативная грошовая оценка по деяким, ну, как раньше называли, и сейчас есть такой же термин, мисца областного значения, вона не оновлювалася 10 лет, больше 10 лет. Ну, и заработные платы. Потому что, если не будет денег в бюджете, мы ничего не сможем. Ни с государственного бюджета, ни с местного бюджета. Поэтому, знаете, это такая речь. З другой стороны, если мы смотрим, все эти будильные работы, это будильные материалы, это закупка обладнания, это закупка, ну, и далее это функционирование. Поэтому, в принципе, не можно сказать, что это сугубо социальная история. Это важно, что это социальная история. Потому что мы знаем, что на сегодняшний день в Одессе есть велика проблема с наповненностью школ, с наповненностью дитячих садков. Да, да. А я не думаю, что это нормальное явление, когда дети идут в другую смену в школу, когда они там на 13-ую годину идут в школу, на 14-ую годину, у них полностью сбивается життєвый ритм. И это негативно впливает. И не все родители имеют возможность таким образом работать. Ну, как-то так. Так. Ну, во всяком случае, вы ответили на этот вопрос словами очень коротко. Жизнь продолжается. 100%. Жизнь продолжается. Итак, у нас очень много проблем. Ну, мы говорим о них с утра до вечера, начиная от внешнеполитических проблем, которые на нас ввалились в последние годы. Это не в последние годы, а уже 7 лет. Я думаю, что они есть все 30 лет, с тех моментов, как наша страна стала независимой. Да, но они сейчас приобрели. 30 лет независимости. Просто, ну, понимаете, когда в мире кризис, эти все проблемы обостряются. Это то же самое, что когда у человека есть кризис со здоровьем, да, у него сразу все проблемы обостряются. И, например, же тот же коронавирус, он страшен не столько сам по себе. Мы знаем, у нас много общих знакомых, мы с вами общались, по этому поводу, и общаемся, что на фоне коронавируса другие просто болезни, они те, которые нету здоровых людей, есть недообследованные, к сожалению. Да, есть недообследованные. Олег Михайлович, вы сейчас руководите реформами практически. Ну, в данном случае реформы, связанные со строительством. Играем в команде. Есть командный тренер команды, а мы стараемся качественно играть. Играя Николаевич, чтобы наша трансфертная стоимость была достойна. Да, кто-то правая рука, кто-то левая рука, кто-то плечо, голова и так далее и тому подобное. Я сейчас задам вопрос, на который вы достаточно откровенно можете ответить. Я обещал. Почему, вот в любой реформе в нашей стране, во-первых, встречается сопротивление. Всегда. Всегда. Однозначно. И не только в нашей стране. Да, ну... Любая реформа... Во-вторых, как правило, недоработки в самом построении реформы. В ее неучтенные трудности есть. Главное, вот есть, сразу же, будем так говорить, противники этой реформы, участвуя в ней, в середине, как правило, начинают находить те бреши, которые позволяют использовать ее в своих, даже зачастую, меркантильных целях. Да? Ну, есть же такое. Ну, конечно, это же жизнь. Как вам, как вы выясняете, как вам удается вот контактировать, регулировать, настаивать сегодня, когда сегодня реформа децентрализации приобрела вот такие несколько уже вселенские масштабы. Появились везде ОТГ. Мы когда-то с вами говорили об этом, еще ОТГ не было, еще не было выборов ОТГ, еще не было председателей ОТГ и тому подобных. Появились райсоветы, которых тоже тогда не было. Это такая... Они были, но они другой функционал. Да, совершенно другой. Было много, их было целых 26, сейчас осталось. Да, появились укропненные райсоветы. То есть, как вам удается сегодня, и с какими трудностями вы встречаетесь сегодня в организации работы с ними? Потому что вы областная администрация, вы губернаторство, вы, в общем-то, находитесь на, будем говорить, положении контролирующего, органа жизни, в какой-то мере. Смотрите, законодательство сегодня, ну я скажу так, что тут кто хочет, тот ищет возможности, а тут кто не хочет, тот ищет причины. Это первая история. Вторая история. Законодательство никогда не успевает за жизнью. Это аксиома. То есть, законы потом как раз и подзаконные акты и пишутся, исходя из условий жизни изменяемых. Поэтому, когда пишется реформа, как правило, реформу пишут одни люди, а исполняют ее другие. И, как правило, когда она планируется, далеко не всегда, к сожалению, прислушиваются к практикам. Один из, например, из тех случаев, за которые я искренне порадовался, это то, что, ну, недавно, мы знаем, что президент вник в вопросы орошения. Мы видим глобальное изменение климата. Мы видим 20-й год, мы видим 19-й. Ну, этот год будет получше, я так думаю, по всем прикидкам. Не говорите, пожалуйста, с прикидком, потому что эти прикидки заканчиваются где-то буквально через некоторое время каким-то катаклизмом. То ли засухой, то ли дождями. Я же разговариваю не с точки зрения человека, который сидит в кабинете. Я вчера был на ферме, да? Я давно не был на ферме, на молочно-товарной ферме. И я порадовался за это предприятие, за собственников этого предприятия, потому что им удалось с 300 голов дойного стада и 4 тонн молока в день выйти на 600 голов дойного стада и на 15 тонн молока в день. И сегодня 15 тонн, это как раз почти уровень потребления нашего Одесского гормолозавода. Они все у них забирают и еще чуть-чуть не хватает. И через год там будет тысяча голов. К чему я это веду? То есть есть люди, которые... И все разговоры о том, что вот это убыточное мероприятие, да? Да. Нормальный там, нормальный уровень рентабельности. Если грамотно вести бизнес, то это нормальный уровень рентабельности. Как вы считаете, там 40-50% это нормальный рентабельность? Конечно. Нормальный рентабельность. Человек честно мне сказал, потому что мы знаем друг друга много лет. Говорит, я не боюсь конкуренции, я хочу, чтобы было еще. Я к чему это все веду? Потому что вот как раз то, что по орошению, это нас услышали. Услышали руководство нашего губернатора, услышали руководителей всего юга Украины. Вот встреча трех губернаторов в Николаеве, там в прошлом месяце была. До этого в Одессе встречались так подготовительно. И сейчас реализуем план мероприятий. Мы сразу услышали из Киева обратную связь. Премьер-министр нас всех собрал по селектору, руководители министерств трех областей юга Украины. И он спросил, говорит, ребята, а вот как, давайте мы понимаем, что это надо. Да, мы приняли там красивое одно постановление, другое постановление. Давайте вместе это постановление наполним реальным механизмом. И теперь я понимаю, мы договорились, что, например, в среду 28 числа мы едем на предприятие, которое находится в бывшем Лиманском районе. Сейчас это Одесский район, который является крупнейшим производителем в Украине и полностью закрывает потребности Украины по капельному орошению. И там мы собираемся, собираются практики. Их будет немного, может там человек 10-15. И науковцы, и практики. И мы вот сейчас будем определять, там условно говоря, 5 ключевых проектов по орошению для Одесской области, которые могут дать результат уже в этом году. Начать. То есть понятно, что те земли, которые они в этом году орошатся уже не будут, но в следующем году это даст толчок. То есть и сегодня очень важно, вот у меня был сегодня один из бизнесменов, который имеет там несколько тысяч гектаров орошаемой земли. Он говорит, я за свои деньги готов. Вот он показал просто на бумаге, что нужно сделать и сколько это стоит денег. И он говорит, я готов участвовать в этом процессе, потому что это даст мне возможность еще здесь тысячу гектаров орошить и еще здесь тысячу гектаров орошить. А другой бизнесмен, у которого я вчера был на ферме, он мне рассказывает, что для того, чтобы было животноводство, для того, чтобы было производство молока, нужны корма. Корма сегодня нормальная, можно вырастить только на орошаемой земле. Он говорит, если я там, условно говоря, брал многолетние травы, люцерна, например, или еще другая трава. Он говорит, если мы брали на Богоре там, брали там порядка ста тонн, то сейчас, говорит, на орошаеме мы берем 400 и качество другое. Потому что качество корма должны быть сочные. Для того, чтобы, ну, процесс так происходит, корова должна эти корма жевать и она должна выдавать молоко. Это как такая мини-фабрика. Это природа, да. Вот. И все. И мы вот здесь сели под руководством губернатора и выработали себе такую, ну, как бы, дорожную карту. То есть орошение. Орошение дает возможность выращивать корма. Это дает толчок для животноводства. Животноводство – это рабочие руки, это бюджет и это нормальное качественное питание. Вот, ну, условно говоря, вот такой где-то вот такой круг, который одно за другим и одно без другого сделать нельзя. Это, на мой взгляд, пример качественной работы. И я уверен, что у нас нет сегодня времени сидеть и ждать. То есть есть тенденции мировые. Я вот читаю сейчас много книг. Одна из последних книг, которую прочитал, это израильский исследователь, который описал опыт орошения в Израиле. И начинается книга со следующего, что американское, там есть разведывательное, есть бюро, которое собирает информацию со всех других спецслужб, еще в 2012 году написали, что мир ожидает дефицит воды. Питьевой воды, пресной воды. Соответственно, как бы это риски для Америки и для всего мира. Это риски того, что полтора миллиарда людей в самое ближайшее время не будут иметь доступа к воде, не будут иметь доступа к продуктам питания. И это практически факт того, что цены будут на продукты питания расти. Что мы, кстати, и видим, к сожалению, наверное, на полках наших магазинов. Но если мы понимаем, что тонность зерна стоила два года назад 220-230 долларов, а вот еще месяц назад доходила до 350, уже практически 10 тысяч гривен, то понятно, что отсюда же и вырастает и все остальное. Понимаете? Нет, в общем-то, вы говорите о совершенно естественном процессе. Совершенно естественном процессе. Нужно просто, знаете, вникнуть и... Просто Одесская область с ее землей, с ее возможностями становится золотой областью, если действительно... Украина сегодня страна даже при всех тех рисках, которые существуют, потому что есть риски уменьшения водности, меньше выпадает дождей, увеличивается средняя температура за последние 15 лет больше, чем на 1 градус. Это очень много. И мы понимаем все эти риски, которые несут. Мы понимаем, что сегодня мы начинаем изучать, а каким образом нам восстановить частичное орошение на тех землях, которые были когда-то при бывшем Советском Союзе, так называемой Дунай-Днестровской растительной системы. Мы видим, что люди сегодня самостоятельно... Вот вы знаете, вот эти прошлогодний засушливый год, с одной стороны, это, скажем так, ну это как санитар леса. Вот сразу видно, что люди начали вкладывать... Они понимают, что если они сегодня не будут вкладывать деньги в орошение, в то, чтобы получить воду, завтра они останутся без ничего. То есть бизнес вылетит в трубу. Поэтому сегодня они сами приходят практически каждый день, вот и общаются с людьми. И выезжают, и приходят, и мы по чуть-чуть... И знаете, что очень важно, что они на месте понимают, что иногда, вот как бы с киевского кабинета, или даже с кабинета моего, это кажется, что это... Ну нужно вложить там, условно говоря, 10 миллионов гривен. А они приходят и дают аналогичное решение, которое даст аналогичный результат за 3 миллиона гривен. Потому что они там на месте находятся, они знают детали даже, где какой трубы, сколько какого диаметра надо поменять. Поэтому у нас сегодня, видите, разговор зашел в такую практическую плоскость. Но мы понимаем, что есть пирамида Маслоу. Многие меня понимают. То есть нужно обеспечить первичные потребности человека в пище, в безопасности. Следующий вариант. А оно все взаимосвязано. То есть если есть у людей работа, если есть у людей зарплата, тогда как-то более безопасная ситуация и в стране, и в городе, и вообще. Потому что люди в большинстве своем, абсолютно в большинстве, это законопослушные люди. Зачастую их толкает ситуация в жизни на какие-то неправомерные действия. Так давайте их загрузим работой, в хорошем смысле этого слова. И тогда, когда человек работает, поверьте, у него уже на что-то другое. Ну, во-первых, он уже может зарабатывать себе на жизнь. Это действительно так. Безработица рождает преступность. Сто процентов. Это же не я придумал и не вы придумали. Нужно просто немножечко дать людям вздохнуть. И вот поэтому я, например, противник каких-то там инициатив фискальных на сегодняшний день. Есть инициатива, давайте введем там прогрессивную шкалу по подоходному налогу. Я считаю, что мы сегодня не готовы к этому. Ничего, кроме дальнейшей тенизации, это не даст. И вот такие вот точечные моменты. Вот буквально сегодня встречались с депутатами народными. У нас же Сергей Рафаилович вел очень полезную практику, которую уже другие области начали принимать. Вот если у нас на следующей неделе пленарная неделя, мы в пятницу в 10 утра встречаемся с депутатами, и мы им презентуем и рассказываем, на наш взгляд, какие законопроекты нужно поддержать. Вот сегодня была основная дискуссия, позитивная шла вокруг двух законопроектов. Там условный номер 5306 и 5307, под которым они зарегистрированы в Верховном Совете, которые касаются восстановления, возобновления по виноделию. И там конкретные нюансы прописаны. Там среди инициаторов и наши депутаты, это детской области, и мы попросили депутатов, и я вижу в глазах депутатов, мажоритарщиков, и не только мажоритарщиков, понимание. Потому что это действительно те вопросы, с которыми люди приходят к нам, и люди приходят к ним. Да, на следующей неделе этот вопрос, по-моему, запланирован в повестке дня Верховного Совета. Будем напрягаться. Видел в повестке дня. Заключение. Как высокопоставленного чиновника. Но теперь забыли об этом. И я вас спрашиваю, как одессита, человека, который живет в нормальном доме, с нормальными людьми одесситами, ходит в те же магазины. И в результате ваше мнение по поводу карантина, который может продлиться, вернее, уже продлили до 30 июня. Ну, в разной форме, чтобы телезрители не пугались. Это не значит, что все закрыто, потому что все может перейти в другую зону, в желтую, там, или какую-то другую. Карантин все равно, это будет называться карантин. Но при этом, при всем... Но уже больше года живем при карантине. Да, ваше отношение к продлению до 30 июня, это практически на первый месяц лета. Я вам скажу так, все будет зависеть от той ситуации, которая есть в регионе. Последнюю неделю, крайнюю неделю, ситуация пошла на лад, на улучшение. У нас, например, по вакцинированию населения, за вчерашний день мы вышли на второе место в Украине после Киева. Если мы какое-то время были... Люди, наконец-то, поняли, что их здоровье в их руках. И это правда каждого из нас. Я хочу обратиться к телезрителям, к нашим жителям региона. То есть, есть возможность вакцинироваться. Вакцинируйтесь, вакцина будет подвозиться. Поставлена задача усилить эти темпы, мы отстаем от того же Израиля очень сильно. И второе, ну, честно говоря, каждый должен смотреть за собой сам. Сегодня будет нормальная погода. Я думаю, что пребывание на свежем воздухе, оно уменьшает риски. Как показали исследования, там совсем свежие, то, в общем, в разы меньше вероятность на свежем воздухе. Поэтому, наверное, если мы сейчас поднапрягемся и будем выполнять эти условия, мы очень скоро сможем выйти из красной зоны и ограничений у нас будет меньше. То есть, вакцинируйтесь и соблюдайте все условия, старайтесь. Ну, мы все живем в этой жизни, все понятно. То есть, давайте, пользуясь погодой, где-то рассредоточимся, скажем. Помните, кто такие одесситы? Вот. Поэтому есть такая позиция. Безусловно, я думаю, что, наверное, какие-то меры, возможно, нужно будет в ближайшее время немножко трансформировать. На мой взгляд, как бы, в прошлом году это уже было. Что, наверное, есть смысл, может быть, после праздников, открыть летние площадки, кафе и ресторанов. Потому что, на самом деле, вот сегодня я иногда забираю доставку там в кафе. И я смотрю, что люди, которые ждут очереди за доставкой, за заказом, там точно не соблюдается дистанция. Они все находятся в... Гораздо ближе, чем они бы сидели там внутри. Да, это 100%. Я думаю, что... Ну, здесь нужно подходить с учетом региональных особенностей и всего остального. Поэтому всем хочу пожелать здоровья, терпения и удачи. Спасибо большое. В следующую пятницу мы встречаемся в эфире. Мы встречаемся с Олегом Михайловичем в следующую пятницу. Уже традиция, ее нельзя нарушать. Это будет как раз перед праздниками. И мы тогда уже поговорим о поведении во время праздников и так далее. Ну, я не доктор, честно говоря. Я просто из собственного опыта. Мы еще посмотрим, за эту неделю, как будет у нас хода. Это очень важно, безусловно. С этой пандемией. И уже 30-го числа, сегодня 23-го, значит, 30-го числа мы встретимся с вами в эфире. Спасибо за приглашение. Спасибо вам огромное. Спасибо вам за то, что были с нами. Всего вам доброго. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин